всем доброго времени суток на днях ситуация вышла такая заявочка у меня было и вот она наверно больше меня исподвигло снять это видео попрошу выслушать все-таки сначала о чем была ситуация прежде чем я продолжу долго думал как назвать это видео и в голову пришла такая мысль что наверно назову это видео скорее всего пайка против современных технологий почему именно я использую в основном пайку все-таки я электрик жпх как получилось было заявочка пришел домофона нет заявка было позвонить бабушке на мобильный телефон что вышли двери значит открыли не открывает молодой пацан лет 20 наверно и сходу мы еще до квартиры не дошли не поднялись он короче вы говорите что ремонту не подлежит что надо обязательно менять и в этом и я вам 500 рублей там потом по выходу и спокойно уйдете совести у меня на это не хватило к сожалению или к радости бабушки к сожалению ну чеканы и правнучек хрен его знает как получилось я зашел бабушка она смотрит на меня глазами как на последнюю инстанцию полгода назад она сменила люстру потому что электрики сказали что все люстру на помойку выбрасывать она купила китайскую люстру с белыми патронами и ей чуть на голову один из этих плафонов то и не упал его просто отстрелила вместе с юбкой патрона вот и лежит на столе в квартире обстановка такая старенькая мебель старенькая очень даже старенькая обстановочка очень хотел видео заснять бабуля как бы попросила не надо не стал я настаивать так как ее внук и так на меня косо смотрел что я согласился вообще эту люстру восстановить потому что я сказал что ее ремонту она подлежит менял я там все патроны и все провода меня заменил в этой люстре смысл не в этом как это происходило не надо объяснять не к никому как подключаются патроны на что но сделал люстру люстра хорошая красивая бронза латунь там такая мощная люстра вот восстанавливал я ее с паяльником в руках скажем так в чем смысл если смотреть на современные технологии то патрон в патроне обычно винтик и в карболитовом патроне и там соответственно нужно колечко да то есть вот подобие вот такого таких наконечников это нг и наконечник кольцевой изолированный соответственно он зачищается проводом нажиматься на ю тубе куча видео как это делается поэтому показывать не буду нужен такой наконечник для этого наконечника для того чтобы этот наконечник обжать соответственно нужны специальные клещи вот я сделал подобие вот такого же я обычно делаю почему я с собой паяльник и паскаю всегда и везде и всюду он у меня всегда в сумке вещь полезная вот то есть такой наконечник второе нам надо внутри люстры собрать схему это вариантов много можно собирать на гильзы на клеммники на вагон те же самые вот я для демонстрации просто сделал отрисовал гильзой да и с другой стороны вот я сделал таким образом там я просто пропаял я я взял скуртил провода и пропаял их обычная пайка потом люстру соответственно люстры провода выводные их надо подключать в клеммник который на потолке провода сейчас современных технологиях это у нас ншве наконечники штыревые втулочные изолированные есть есть швы просто есть им швы у меня в основном швы и всегда везде вот м швишки да но я то сделал там так опять же палькой для того чтобы выполнить вот эти три вида работ согласно современным технологиям и и другие технологии сейчас многие как бы электрики не признают нужен небольшой чемоданчик всего лишь вот такой небольшой чемоданчик у меня есть я им пользуюсь но пользуюсь я обычно при монтаже различные 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 этого для м к и и и и это все швы и швы и швы и швы и это для отрисовки гильз это пока 16 и пока 35 у это к вт это тоже к вт это штоковские не только к в этой я пользуюсь не все у меня не весь инструмент у меня от к вт у меня инструмент различных производителей в 7 стриппер их ней мне он нравится чем многопроволочные провода вот и сборки щитков когда ты работаешь до при сборке щитков собирающие точки тебе нужен многопроволочные жилы зачищать им гораздо удобнее чем обычными вот таким образом соответственно для всего этого хозяйства это наконечника у меня различные здесь их только нет это у меня гильзы обычной гильзы не гмл лично гильзы не это многолетнего труда глинки есть нужно с собой тащить на ремонт люстры можно пойти немножко другую взять и уменьшить этот набор вот такие вот набора это у меня квт штинь для мшв это для гильзы снова пока 16 у меня парочка ну и вот это для nvi и им подобных это вообще-то дымовский он мне нравится больше чаще им пользуюсь из-за чего из-за того что ношу в сумке он полегче просто полегче выйдет из строя вопрос стоимости чё-то рублей 800 для себя нужно там два три щиточка собрать в принципе вполне вам хватит за глаза ну и соответственно комплектовать вот такие наборчиком здесь у меня также различные наконечники эти лежат они также здесь есть также бильзы есть наборчик будет полегче габаритные а мы делили для ремонта люстры вместо вот этого всего вместо вот этого всего добра мне потребовалось это ежедневно сумки лежит пить есть не просит при необходимости достал сделал есть еще конечно у меня помимо этого плюс еще плюс пузыречки для пайки алюминия пригождаются вот это причине наверно чаще всего пайку используют просто-напросто потому что она гораздо компактный копеции делать до сложнее да для того чтобы сделать соединение пайкой надо хотя бы с паяльником дружить надо уметь паять против пайки выступают чаще всего теле кто у нас по сути поедет как выясняется и не умеет насрать припоя они могут грамотно сделать пальку действительно грамотно пропаять для того чтобы жила была как моножила пропаять чтобы соединение было цельным чтобы не было там пусты пустот и просто напаивают обычно как многие паяльщики это даже замечал в училище мальчишек когда в свое училище заходи просто сверху сверху немножко припой есть и слава богу а когда раскусывая жилку внутри то припоя нет внутри припоя нет и там для того чтобы действительно работать паяльником надо уметь им пользоваться поэтому говорить о том что новые технологии только вперед старой технологии как нафиг никому не нужны просто хочу сказать о чем вот вы представляете электрика пришедшего отремонтировать одну люстру эта сумка в одном из своих видео дальнейших я покажу сумку открытым она у меня забиты инструментом различным таким образом мало этой сумки вы представляете себе электрика план пришедшего у него еще вот такой чемоданчик а еще сверху сверху он с собой возьмет на всякий случай перфоратор смешно не правда ли будет смотреться на этом думаю сегодня все всем спасибо за внимание всем привет